Здравствуйте, уважаемые блогеры! Еще раз сегодня 6 апреля, сегодня день такой поздворный. Суббота, вот я зашел в кафе небольшой и запишу в интервью. Друзья мои, ну, сегодня пришло такое знаковое событие, которое, как обычно, остается без внимания со стороны всех, прессы и так далее. Володин говорит о том, что Дума должна принять честь оформлении правительства. Ну, вы помните, как была принята эта Конституция в 1903 году. Сегодня по Конституции Дума утверждает или не утверждает конъюнтуру премьера. Если три раза не утверждают, то ее распускают и так далее. Ну, нам фактически Борис Николаевич подарил вот такую конструкцию власти, когда законодательный орган фактически бесправен абсолютно. И, так сказать, ну, это вот, так сказать, дань тому времени. Ну, безусловно, появилось огромное количество докторов и кандидатов наук юридической, которые нам рассказывали о самой дипократической Конституции и так далее. Сегодня даже для этой власти очевидно, что курс провальный, что ее надо менять, что фактически экономики нет в стране. Население 70% живет на 15 тысяч, они все голодные и так далее, олигархи и так далее. Никакого перспективы нет. И самое удивительное, что при Ельцине все самое темное, некомпетентное пришло к управлению страной. Надо убирать, надо выводить из краха. Но, к сожалению, сил для этого нет. Поэтому даже Володин это понимает и заговорил, что Дума должна формировать. Но, в общем-то, этот самолет, этот корабль, они идут на рифы. Именно это надо все. Вообще, пост президента искусственный. Я прав. Прав был генеральный прокурор СССР, Сергей Зайлюхин. И, конечно, совершенно искусственный пост. Дума справляется со всеми функциями. Она формирует премьеров, она формирует правительство. И правительство отчитывается перед Думой и все. Вот, так сказать, система, которая была в Советах, совершенно нормальная, демократическая, парламентская страна. Никаких президентов, ничего нам не надо. Пускай они контролируют, разбирают. Но, тем не менее, мы пройдем в историю мировой цивилизации, мировой республицией, как страна, которая сама себя уничтожила. Да, вот этими реформами и так далее. Ну, вот такая дела. Даже сегодня для лидеров правящей партии, так называемой партии Единой России, очевидно, что надо менять и курсы, и конституцию, и все. А все надо менять, всю, всю полностью паровую систему, потому что здесь все незаконно. В тупике страна находит, промышленности нет, экономики нет. 70% живет на 15 тысяч, ничего развивать, никакой бизнес ничего не возьмать. Ну, вообще, должна быть плановая система. Если я слушал лекции по экономике, я не экономист, я юрист, у Клацфога, это один из являющихся планевиков в госплане. Он правильно говорит, что во всем мире система плановая. Даже система национальных чинов, которую мы перешли, которая, по сути дела, это из плана. Ничего такого нет. Ну, у нас не создавали, если не создавала экономику, она создавала место для воровства, разворовывания тотального. Поэтому должна быть произведена ревизия капиталов, национализации. Если вы не можете отчитаться о капитале больше 10 миллионов, все это подлежит только национализации. Ну, если отчитались, то вам дадут 0,2-0,5% в премии. Живите, а что, если все законом, ничего боятся, доходят до проверения. Но, к сожалению, все развалили. И контрольных функций нет, и полиции нет, и безопасности нет, ничего нет. Вот такую мы получили систему управления. К сожалению, из этой катастрофы все равно надо выбираться. Спасибо, Ваш Бессонок Сергеевич.